Здравствуйте, меня зовут Смирнов Алексей, я приветствую вас в Московском Доме Книги, в самом большом книжном магазине нашего города, столице нашей страны и в России. Не так давно, в конце марта, прошла замечательная, многолюдная, яркая выставка, ярмарка нон-фикшн. На ней было представлено много литературы, которая издается в стиле нон-фикшн, то есть в стиле нехудожественной литературы. То есть это целое направление, которое нам позволяет расширить свой кругозор, увеличить объем наших знаний о том, что происходило в истории нашей страны и не только, о том, что происходит в окружающем мире, о том, что происходит в отношении между людьми и общении между ними. И как раз об этом одна из новинок, которая была представлена уже на этой выставке, появление новостей, изобретение новостей. О чем эта книга? Книга о том, как люди учились коммуницировать, умели, учились общаться друг с другом, передавая друг другу новости. Еще в древние времена, в начале средневековья, даже ранее, люди устно передавали из уст в уста, то есть на уровне своих жилищ, на уровне рыночных площадей, какие-то новости, которые становились правдой, потому что проверить их было просто невозможно. Постепенно человечество научилось передавать новости и стремилось к их познанию через панфлеты, какие-то буклеты, листки. И в конце концов, печатные газеты, с которыми мы знакомы и сегодня, их, конечно, стало значительно меньше, чем это было, может быть, лет 10-15 назад. Сегодня у нас другие источники информации — это интернет, и соцсети, и телевидение, и радиовещание. Мы огружены огромным количеством источников информации, и, конечно, нашему сознанию трудно иногда бывает анализировать весь этот объем. Но тем не менее мы живем в этом обществе, и о том, как появились средства массовой информации, о том, как они развивались, как появилась журналистика, как появилась критика литературная, не только, рассказывает вот эта замечательная книга. Не секрет, что желание быть в курсе того, что происходит, так же старо, как и человеческое общество. Люди способны на многое ради информации. В 11 веке два монастыря на окраине Уэльса, располагавшиеся на расстоянии 100 миль друг от друга, раз в три года обменивались посланниками, которые проживали там в течение недели и делились новостями. Эта история, описанная в Тюдоровской летописи, указывает на еще один важный аспект обмена информацией в этот период. Наши средневековые предки неохотно доверяли информации, которая поступала к ним в письменном виде. В их представлении написанное не заслуживало большого доверия, чем произнесенное слово. Новостям доверяли ровно настолько, насколько доверяли репутации человека, который их доставил. Таким образом, новостям, которые рассказывал верный друг и надежный посланник, верили больше, чем новостям из анонимных писем. Эта традиция, когда доверие к новости напрямую зависело от доверия к человеку, который ее приносил, оказала влияние на формат обмена информацией. Именно поэтому так сложно реконструировать события того периода. Устные сообщения не оставляют физических артефактов для историка, ввиду чего изучение ранней истории новостей – это складывание деталей пазла из отрывков и фрагментов. О периоде Средневековья также свидетельствуют две замечательные книги. Во-первых, авторов французских, которые занимаются профессионально Средневековьем, это медиевисты, наши современники, которые в одну вот такую замечательную книгу, которая называется «Империи Средневековья» от Чингизидов. Собрали весь свой теоретический, практический опыт, источники, наработки, исследования, говорящие о том, как существовали люди в Средневековье в рамках неких империй, то есть таких государственных образований, которые покрывали очень большую часть территории Европы, Южной Америки, Азии, если мы говорим о китайской или японской империях. Каждую империю отличали свои особенности, свое устройство, свои законы. И поэтому каждая империя, в зависимости от того, где она располагалась и какое структурное устройство у них было, они от этого и просуществовали, либо дольше, либо меньше. И возникали они не совсем в одно время. Между ними могли быть и столетия разницы в возрасте, так скажем. Всем рекомендую эту книгу для того, чтобы ориентироваться в государственном устройстве Средневековья. Период V-VV веков правомерно рассматривать, если в качестве критерия мы возьмем демографический рост и связь между различными пространствами, населенными людьми. Айкумена древнего мира была усеяна незаселенными и изолированными территориями. А огромные расстояния были препятствием для сообщения между отдаленными странами. Период, который принято называть новым временем, напротив, среди прочего характеризуется европейской трансокеанской экспансией и установлением контактов между разными цивилизациями. Германская империя Штауфенов соседствовала с государством монголов в рамках Евразийского континента. Порой они могли вступать друг с другом в контакт. Однако в этой империи не подозревали о существовании империи ацтеков, как и ацтеки о существовании Штауфенов и Чингизидов. Получается, что в средние века самые разные мировые империи могли спокойно сосуществовать. Наше внимание привлекло их совпадение во времени, вне зависимости от системы лета исчисления. Календарь отнюдь не синоним времени. Тем не менее, чтобы избежать излишних упрощений, которые обессмыслили ли бы изучение анализируемой в сборнике империй, хронологические рамки выбирались исходя из специфики каждого из рассматриваемых государств. Не менее интересной, на мой взгляд, является и вот такая уже относительно не новая книга, но не менее интересная, чем предыдущие две, о которых я рассказал. Кэтрид Флетчер, автор этой книги, книга называется вот так очень «Гротескная красота и ужас». О чем эта книга? Это эпоха Ренессанса, то есть эпоха позднего Средневековья, которая очень расцвела, скажем, в республиках Италии, городах-республиках, таких как Генуя, Флоренция, Милан, Венеция. То есть в этих городах, где было республиканское управление, конечно, процветала торговля, процветало искусство. То есть эти области Европы, они были самыми развитыми не только экономически, но и культурно. Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль и многие другие имена все нам знакомы, как имена высокой культурной традиции, имена элиты, наверное, да, вообще в целом культурного наследия человечества, как раз они творили в ту эпоху. Но та эпоха – это не только красота, это и ужас, который выражался и в коррупции, и в войнах, и в эпидемиях, которые в первую очередь коснулись итальянских республик, а потом уже последовали в глубь Европы. Книга замечательно написана простым легким языком для широкого круга и, конечно, безусловно, атмосферная и расширяющая кругозор любого, кто заинтересовался Ренессансом. Популярная история Ренессанса чаще всего сосредоточивается на историях гениев и славы, оставляя всю жестокость в тени. Идеи власти, высказанные Макиавелли, превратились в набор вечных афоризмов, хотя родились они в очень конкретной исторической обстановке. Тот факт, что все эти люди жили во времена первых путешествий в Америку, с которой у многих были очень личные связи, что итальянцы поставляли для колонизации людей, финансы и бытописателей, довольно широко известен. Кровавая сторона Ренессанса всегда играла определенную роль в привлекательности этого периода. Но чаще всего ее представляли в духе телевизионного сериала «Борджа» как гламурное, сексуальное насилие богатых и знаменитых, которые убивали друг друга, стремясь к власти. А зрители утешались тем, что большинство персонажей вполне заслужили свою судьбу. О войнах, изгнаниях, колонизации и домашнем насилии предпочитали не говорить. Истории, в которых семейства Медичи представлялись как мафиозная семья под руководством крестного отца, также связаны с реалиями Флоренции XVI века, как современные гангстерские фильмы с реальной жизнью города, которым правит организованная преступность. Но слишком большая часть подобных жестоких реалий скрывается за ренессансным искусством. Взять хотя бы Мону Лизу. Лиза Герардини, которая таинственно улыбается нам с картины, была женой работорговца. Флорентийская республика, которая заказала Микеланджело свой символ Давида, погибла, подвершись разграблению неслыханной жестокости, когда тысячи людей были убиты всего за несколько часов. Спасибо за внимание, ждем вас в Московском доме книги. Ваш Алексей Смирнов. Субтитры создавал DimaTorzok